Библейский портал экзегет.ру представляет 27 глава первой книги царей или царств для библейского портала экзегета читаю свой перевод и она тоже повторяет эпизоды которые были вот 26 повторила историю когда Давид мог убить Саула но не стал этого делать потом поговорил с Саулом на эту тему они разошлись уже это был 24 26 повторилось а 27 повторяет эпизод о том как Давид скрывается у Филистима во-первых в жизни очень часто одни и те же вещи происходят несколько раз как бы по кругу я не говорю о ежедневной рутине мы там встаем умываемся завтракаем это понятно каждый день вот но очень часто стереотипные ситуации повторяются повторяются и повторяются и иногда даже они нужны для того чтобы человек полнее осознал что с ним происходит может быть что-то изменил своем поведении выучил урок да вот пока не выучишь урок будешь повторять как школе и вот снова мы видим как Давид прячется у филистимлен которые враги что из этого получится сказал Давид сердце своим однажды я попаду в руки Саула не будет мне покоя если только не убегу в землю филистимскую и тогда Саул перестанет искать меня по всем пределам израильским и так я спасусь от его руки он же как ну какая-то дичь за которой гоняется там газель по горам бегать за ней охотник гоняется вот так Саул периодически гоняется за Давидом и понятно что рано или поздно поймает что делать но наверное лучше перейти границу за которой Саул уже не властен филистим ли не враждебный народ тогда Давид с ним 600 человек пришел к Ахишу сына Маона царю гадскому но город гад один из пяти филистимских городов они такой конфедерации были да то есть достаточно независимые друг от друга но в каждом свой какой-то есть царь или другое правление Давид стал жить в Ахишу в гаде а с ним и его люди каждый со своей семьей при Давиде было две его жена Ахинаем из Израиля и Авигея бывшая замужем за навалом с Кармеля об этом мы в 25 главе читали как он на ней женился Саула возвестили что Давид бежал в гад и больше он его уже не искал да то есть Давид оставил страну он уже явно не претендент на престол и хорошо Саула достаточно Давид сказал Ахишу если ты благоволишь ко мне то пусть мне дадут место в одном из сельских поселений чтобы я там жил к чему оставаться слуге твоему в царском городе при тебе то есть и при филистимском царе он быть не хочет вот отведи мне местечко и все тогда Ахиш отдал ему циклак потому циклак и принадлежит царям иудейским вплоть до сегодня небольшой городок видимо который на филистимской территории был таким израильским анклавом срок течение которого Давид проживал в филистимской округе составил год и четыре месяца оттуда Давид со своими людьми совершал набеги на гешуритов герзитов амарикитян потому что они издревле жили в местностях прилегающих к шуру и к земле египетской то есть ну где-то там вот недалеко от сена и очевидно это все происходило и Давид у него же вооруженный отряд так говоря попросту банды Давид по-прежнему вот ведет такой разбойничий образ жизни между прочим очень жестокий Давид нападал на какую-нибудь местность не оставлял живых ни мужчины ни женщины между прочим да совсем не пацифист угонял стада и отара слов и верблюдов забирал одежду возвращался к Ахишу Ахиш спрашивал его куда ходил ты в набег на сей раз Давид отвечал на южную часть иудеи или на южную часть ирахме или на южную часть страны кенитов ни мужчина ни женщина не приводил Давид живыми в гад чтобы они не могли донести на него сообщить что делал Давид то есть он нападает на врагов израильтян на разные племена а Ферестимлином рассказывает что нападает на другие племена которые скорее в союзе с Израилем или даже собственно часть Израиля южная часть иудеи делает вид что нападает на врагов Ферестимлина нападает на самом деле на врагов израильтян хоть и бандит но в данном случае да абсолютно как бандит себя ведет но при этом он помнит границы да вот Я об этом уже не раз говорил, и не случайно, наверное, первая книга царей, она показывает эту самую юность Давида, да уже, в общем-то, зрелость, уже его такие годы вполне зрелые, как очень сомнительное, на самом деле, время. Вот, ни мужчина, ни женщина не приводил Давид живыми в гад, чтобы они не могли донести на него сообщить, что делал Давид. Так поступал он все то время, которое проживал в филистимской округе. Ахиш доверился Давиду, он говорил, ненависти он стал своему народу Израилю, и потому будет мне вовек рабом. Понятно, вот Давид старается заслужить какое-то расположение филистимского царя, но обманывает и его, но ему рассказывает не то, что есть на самом деле. Что же произойдет, если начнется война между филистимлянами и израильтянами, точнее, если она возобновится, потому что она идет у них все время, только иногда в ней бывают перерывы. Вот об этом следующая 28 глава. Продолжение следует...